Всем привет! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Оля, вы на моем парфюмерном канале. Заходите в гости, подписывайтесь, встраивайтесь поудобнее. Начинаю записывать видео, понимаю то, что очень-очень слышен мой прононс, я немного приболела, но спешу, все-таки очень хочу записать для вас данный ролик, потому что не терпится уже поделиться своими эмоциями. С ароматами я познакомилась очень плотно, поэтому мой заложенный нос не проблема. Один из ароматов, про который мы сегодня будем с вами обсуждать, уже едет ко мне. Да, сегодня рассматриваем аромабокс. Пару под вопросом, что-то понравилось в большей мере, что-то в меньшей, сейчас все расскажу подробно в красках. Это классный бокс на тему новинок люкса 2023-2024 года. Наполнение на самом деле интересное, заслуживает внимания. Даже мой искушенный нос нашел достаточно такие посредственные парфюмерные бренды. Интересными. Если вам такое актуально, конечно же, продолжайте смотреть. Правда, новинки замечательные, неординарные. Да, давайте не будет больше общих слов, а перейдем к конкретике. Первый аромат, про который я вам хочу рассказать, это Arman Basie Don't Look Back. Я не смотрела по годам, каких годов тот или иной аромат, но это прям вот новинки, то есть это, как я уже начала вам рассказывать, 2023-2024 год, не позднее. Don't Look Back показался мне очень знакомым. Но эта знакомость, эта схожесть, мне кажется, может быть только на руку, потому что похож он на ныне снятый аромат от бренда Lali, который называется Living. Если вдруг вы любитель, если вдруг вы не успели в свое время купить его по хорошей цене, потому что сейчас он на самом деле стоит приличных денег, то, мне кажется, как вариант можно присмотреться к данному парфюму. То есть здесь пудровая лаванда, немного кофе, приятная такая теплая, спокойная ваниль и как будто бы капелька чуть-чуть алкоголя. Аромат спокойный, аромат древесно-пудровый, аромат, да, с ярко выраженной лавандовой составляющей, но она прям вот очень комфортная, нисколько не раздражает, не мешает, не напрягает, и именно такая же лаванда присутствует в ароматах Asenberg и Lalique Living. Мне кажется, вот у меня есть Living, прям огромная целая бодейка, поэтому мне такое не надо, но я считаю, что это очень удачный аромат. Basie это достаточно бюджетная ценовая категория, бюджетный бренд, поэтому если вам такое актуально, стоит присмотреться. И мне кажется, вот этот парфюм подойдет как мужчинам, так и женщинам однозначно, просто 100% унисекс, классный. Следующий аромат, который мне очень хотелось попробовать, это также прям вот буквальная новинка, Dolce & Gabbana Devotion. Мои эмоции, знаете, метались вообще в разные стороны, когда я тестировала данный парфюм, потому что он оказался достаточно трансформируемый. То есть то, что ты слышишь впервые и каким он становится уже в середине носки, к концу дня, абсолютно два разных аромата. Когда я его впервые вдохнула, мне так он понравился, знаете, какая-то такая ванильная, ванильно-кремовая пенка, то есть что-то такое десертное, но очень-очень легкое, с ярко выраженной фруктовостью, свежестью, то есть что-то такое прям вот вкусное, но невесомое. И когда я пошла на сайт Фрагрантика почитать отзывы, я была крайне удивлена, я такая думаю, вы чё, ку-ку, когда люди сравнивали данный парфюм с ароматом Лира от Ксержев и ваниль от Френ Бакле. То есть, да, и ещё Лолит Олимпика Эль, которые также ныне снят, но они все вместе, все втроём, они на одно лицо. Это проверено, это факт, потому что у меня есть все три. Мне показалось, что люди то ли нюхали в тропях, то ли не поняли, чего там отметили, потому что это абсолютно разные ароматы. Здесь в Девушине, я вам, конечно же, буду оставлять картиночки, чтобы было более наглядно внизу, всё в инфобоксе пропишу. Он такой прям взвешенный, невесомый, прям, знаете, такое ощущение, что ешь этот десерт, и он никаким образом не скажется на твоей фигуре, потому что он прям вот сама свежесть, сама нежность, насколько это правда прям вот очень-очень вкусно и приятно. Вот если бы это осталось так, я бы его, наверное, хотела себе в коллекцию, но на самом деле, ребята, проходит время, он усаживается на коже, он мощно заслащивается, и он на самом деле, те, кто отмечал схожесть с более сладкими, более ванильными ароматами, были правы. Он становится похож и на Лиру, и на Фрэнка Баклета, и на Лолиту Олимпику, то есть это такая прям уже гиперсладкая ваниль с цукатами, возможно, также с капелькой такого прям вот аккуратная капелька алкоголя, возможно, да, цукаты это у нас цитрусовые какие-то, да, цитрусовые ледяшки такие вкрапления, то есть вроде бы свежесть остаётся, но ваниль очень-очень сильно заслащивается, и всё. На этом вопрос я закрыла, мне такое не надо, у меня есть Эль, у меня есть Боклет, Бокле, как удобно, как вам созвучно, поэтому я не покупаю Лиру, хотя собираю всю линейку ксержев, но, извиняюсь, кому актуально, крайне советую присмотреться, аромат прям класснючий. Следующий парфюм это у нас Эрме Анжарден Аситер, уже едет ко мне, потому что это бомба, пушка, это просто сумасшедший красивый аромат, который однозначно будет моим фаворитом на лето 2024 года. Вообще сады Эрмеса, они такие суперприродные, свежие, они прям вот дышат летом, дышат зноем, дышат отпуском, и все композиции достаточно такие лёгкие, у меня 4, по-моему, если я не ошибаюсь, 3 или 4, и вот этот едет ко мне. Это настолько интересное, небанальное оформление цитрусов, то есть исполнение цитрусового аромата, что я, если честно, прям очаровалась. Я не знаю, как надо описать аромат на тему цитрусов, чтобы он заинтересовал зрителей, потому что для меня цитрусы всё-таки это такая нота вторичная, посредственная, если аромат прям конкретно цитрусовый, он вряд ли меня заинтересует прям вот 100%, но это прям класснючий. Здесь много сочных, спелых, ну да, цитрусов на старте, цитрусы сладкие, но также есть небольшая кислинка, то есть лимон здесь также присутствует. Свежо, прям вот очень-очень свежо, хочется прям вот летать, порхать в данном парфюме. Вместе с цитрусами я слышу фисташковый крем, нам в пирамиде прописывают фисташки, но для меня это не орех, а именно какая-то такая уже съедобная пастила, возможно, ореховая паста, и я слышу какую-то супер шершавую ноту, которую я никак не могла определить, как же мне её описать именно вам, ни себе, ни вам я её не могла описать, и потом мне пришло озарение, знаете, возможно, так бы пах имбирь, то есть такая чуть шершавая перчинка, остринка, горчинка, вот всё в этом вот имбире присутствует. Мне, кстати, очень нравится, когда имбирь присутствует, 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 да. Да, я надеюсь, вы меня простите за эту тавтологию, когда имбирные ноты есть в ароматах, они придают свежести, бодрости, такой какой-то озорного, придают озорного характера, вот и здесь. В пирамиде его нет, но я отчётливо слышу вот эту вот прямо имбирную шершавость, он классный, он супер классный, несмотря на то, что это свежесть, несмотря на то, что это цитрусы, он достаточно долго держится, ну, на теле, да, то есть в качестве парфюма дня, я его ощущаю примерно полдня, для цитрусов это очень хорошо. Я уже вижу его где-то, не знаю, в отпускном своём настроении, я взяла флакончик 30 мл, это выходит достаточно по деньгам, конечно же, применяйте промокод и будет вам ещё дешевле, если вдруг также у вас есть идея прикупить что-то интересное из обзора, либо вообще, то есть выходит он нормально, и для такого парфюма ценовая категория прям вот приличная. Я его вижу летом, я его вижу на пляже, я его вижу где-то прям вот... Тогда, когда надо поднять себе настроение, прям классный, очень понравился. И дальше мы с вами переходим, аромат от бренда Корлов, Royal Rose. Кстати, также приятно удивил, я с брендом Корлов знакома только по одному аромату, я так поняла, что это такой среднячок, люксовый среднячок, ну и сами ароматы достаточно так же, ну не сильно дорогие, в принципе ценовая категория и само звучание соответствуют, то есть нет ничего такого сверхъестественного, но если вам нужен какой-то такой проходной парфюм, которым будете пользоваться каждый день на постоянной основе, без напряга для кошелька, мне кажется, можно что-то у них найти. Но вот эта роза, она меня прям приятно удивила, она понравится, знаете кому, она понравится любителям, просто сразу так вот направление вам обозначу, любителям вот таких вот благородных, торжественных, томных роз, по типу портрета Маля, по типу розы, господи, надо было мне вам достать секунду, вот такой вот розы от Шопар, они, конечно же, не клоны, но очень-очень близкое и схожее звучание, то есть это такая роза не игривая, роза немайская, роза такая плотная, густая, уже такая дама с характером, возможно, также есть почули, такие строгие, чуть отдают шоколадом, но прям вот минимально, то есть это аромат торжественный, аромат на выход, аромат, возможно, даже ни на весну, ни на лето, аромат больше на прохладное время года, потому что он такой прям вот яркий, плотный, супер-супер шлейфовый, но мне такая роза вот здесь вот очень сильно нравится, я не любитель розы Маля, мне она прям вот как-то не заходит уже который год, сколько я ее не пробую, не идет, вот этот мой красавчик-любимчик, но здесь добавили к Малевскому, также к основе вот этой вот Малевской, они похожи с розой Маля, чуть больше сладости, ягодной такой, джемовой сладости, и мне кажется, вот они в большей мере даже похожи, но если вы любитель таких благородных роз, вот прям не проходите мимо, если есть где попробовать, попробуйте, если вдруг разоритесь на аромабокс, напишите ваши ощущения, обратную связь, будет интересно пообсуждать. Следующий аромат у нас также про розу, но вот это как раз вот меня вообще не зацепило, ни моя песня, ни моя история, ни моя остановочка, это Lacoste Rose Intense, я помню, мне в каком-то из аромабоксов попадалась просто классическая версия, она, по-моему, чем-то схожа с длинной, ну, с такой прям вот сильной натяжкой, можно провести аналогию, и это, в принципе, было приятно, такая вот фруктово-малиновая розочка, чуть мускусная, озорная, девичья, ни к чему не обязывающая, здесь же её сделали Intense, и она как будто бы стала какой-то пластиковой, неживой, чуть химозной, роза, знаете, как это какой-то розовый пупс, то есть пахнет технической какой-то составляющей, которая у меня не вызывает ощущения чего-то, как я уже сказала, живого. Возможно, я придираюсь, возможно, я не разносила его в какой-то другой жизненной ситуации, но у меня, если честно, даже желания нет, мне это не нравится на самом старте, и вообще бренд Lacoste не совсем мой, но если вдруг вы любитель, я нисколько не умоляю ваших чувств, просто как бы, ну, зажрался, зажрался человек. Переходим с вами дальше, дальше новинка, про которую я очень хотела, которую я очень хотела попробовать, потому что я являюсь поклонницей бренда Narcissa Rodriguez, это новый аромат All of Me, прекрасный, чудесный, для любителей Родригесов, это будет отличный подарок, но мне такое не надо, потому что это не ново. Этот аромат мне понрав... Господи, извиняюсь, болею. Этот аромат мне напомнил что-то от каждого, что я уже имею. Здесь есть чуть от классики, в большей мере он мне даже напомнил, наверное, вот этот сливовый, Narcissa Noir, который, то есть, это свежесть, это цветочность, аромат как раз вот такой вот прям тонкий, ультра-тонкий, ультра-женственный, супер-супер шлейфовый, тонко-шлейфовый. По-моему, здесь вот, по-моему, да, здесь добавили цветок магнолии, но я, блин, в упор, не знаю этот цветок до сих пор, как он пахнет в парфюмерии. Здесь просто какая-то такая акватическая, водянисто-цветочная, размытая составляющая, и приятный, тонкий, очень чувственный мускулус, аромат вуаль, аромат такой вот, не придерешься, красавчик, но, как мне показалось, уже вторично, если у вас есть Нуар, если у вас есть, что там тоже, что-то с розой, такие вот прозрачные, квадратные флакончики, то есть, не кубики, а такие вот уже, прям вот издания, которые выходят каждый год. Здесь, кстати, сделали новый дизайн флакончика, не знаю, наверное, тоже это классно будет держать в руках, такое интересное оформление, ничего плохого, очень-очень классный, но для меня вторичный, и вот при такой огромной коллекции я уже не хочу ничего наподобия, хочется по максимуму уже иметь какие-то разноплановые парфюмы, а не плодить однотипные. К бренду отношусь тепло, запуск классный, но едем дальше. Следующий аромат, про который я вам буду рассказывать, кстати, также оказался для меня настолько милым, что он прям вот чуть-чуть не в корзине ли у меня, это Сальваторе Феррагамо Синьорина Либера, новинка, я с брендом вообще на вы, у меня, по-моему, вообще ничего нет, я знаю, как пахнет этот черненький Синьорина, у меня у мамы есть, я ей тут дарил кто-то, ну, приятно, ничего плохого в нем нет, но и как бы ничего такого, что могло бы меня зацепить, то есть бренд я обошла стороной, можно так сказать, но вот здесь выдалась возможность попробовать в аромабоксе, он такой жизнерадостный, он такой, знаете, какой-то вот по-родному милый, я почему-то думала, что здесь солирующую роль играет черная смородина, я была в этом уверена на 100%, черная смородина такая терпкая, чуть телесная, как будто бы чуть с эффектом лоточку, все как мы любим, знаете, по типу Киллиана, вот этот вот ныне снятый аромат Киллиан Мисс Лоули, на который фукали-фукали, а потом днем с огнем его не сыщешь, они перевыпустили потом, сейчас у них, если не сняли снова аромат уже Сансет, я обожаю, мне не пахнет лотками, я понимаю, про что говорят люди, скорее всего, горячая кожа раскрывает, вот данный рот черной смородины, прям вот этими кошачьими туалетами, я понимаю, понимаю, но на моей холодной коже пахнет именно терпким черно-смородиновым листом, с какой-то чуть телесной такой вот отдушкой, обожаю вот эту вот ноту, всегда ее еще в ароматах, и мне кажется, вот здесь вот 100% пахнет так, но в пирамиде черной смородины нет, там основную скрипку играет груша, но я бы, наверное, сказала то, что черной смородины я слышу не грушу, а, знаете, такая засахаренная грушевая долька, прям вот с явственной нотой сахар, то есть здесь не ваниль, а такие прям вот тоже достаточно свежие сахарные ноты, ни в коем случае не переженный сахар, то есть аромат такой свежий, звонкий, такой же опять яркий, будоражащий твое воображение, но тем не менее сладость здесь выше среднего, мне это очень нравится, я такие подобные ароматы называю свежесладкими, то есть он вроде бы и не тихоня, но тем не менее он, в нем много воздуха, в нем много такой вот жизнерадостной, опять же уже повторяюсь, атмосферы, что он никоим образом не раздражает, мне кажется, будет прям идеальный вариант на лето, и я вот уже которую неделю уговариваюсь, надо мне он или не надо, обойдемся или нет, но у меня нет ничего подобного, настолько классные сочетания вот этого черной смородины, в моем любимом проявлении, вот таких вот засахаренно-грушевых долек, однозначно есть цветочный блок, это точно, но здесь уже упоминать, наверное, даже не стоит, обычно в люксе всегда много цветов, классный, мне очень он понравился, пока думаю, и последний на сегодня, блин, как-то так вот плотеров у меня тут не хватило, тоже интересный запуск, тоже уговариваю себя, надо или не надо, но у меня и классической версии нет, поэтому, может быть, я и не уговорюсь, и приобрету себе новый фланкер от бренда Yves Saint Laurent, Libre L'Absolu, плотинным, что-то платиновое, ну, платиновое, наверное, почитала я отзывы, многим пахнет пеной для бритья, многим кажется, что он какой-то такой мужицкий, мужественный, слишком мужской, ну, знаете, у меня абсолютно другие эмоции, он мне настолько понравился, я не имею классики, но она у меня всегда в постоянном виш-листе, но теперь мне кажется, то, что вот этот вариант, так как близится лето, может быть, даже более актуален, здесь добавили альдегидов, и оставили лаванду, и получилось то, что альдегиды вместе с лавандой, многим девочкам пахнет именно там пеной для бритья, чем-то таким резким мужским, мне нет, здесь нет запаха пены для бритья, для меня это запах лаванды, такой пудровой, опять же, мягкой, как вот в первом, допустим, нашем аромате, и свежие, звонкие, такие вот прям хрустальные альдегиды, которые добавляют этой лаванде, свежести, опять же, да, я не чувствую здесь пены для бритья, для меня это немножко другая история, но я вас не уговариваю, потому что все мы разные, эмоции разные, у меня знаете, какие ассоциации вызвал этот аромат, ты просыпаешься ранним ленивым утром, выходишь такая вся в предвкушении прекрасного выходного дня, допустим, ну, либо какого-то просто чудесного дня, ты встала позже своего мужчины, заходишь в ванну, там, конечно, он побрился, навел мерафет, надушился своими любимыми духами, на кухне выпил чашечку кофе, и ушел, и прошло часа два, и вот это вот все после вкусе, после него осталось, соединилось и благухает вот такими чудесными духами, то есть, есть чистота вот эта вот лавандовая, ну, пусть от бритвы, но это не пахнет резко, не пахнет по-мужски, есть, знаете, эффект, как будто бы кофейной пенки, то есть, самого кофе как такового нет, но вот какой-то такой очень мягкий, деликатный послевкусие кофейное, мне вот пахнет таким вот уже, кофе, который выпили несколько часов назад, либо кофейной пенкой, приятная ванильность, скорее всего, вот это ваниль, и, и дает мне вот эффект кофейной пенки, то есть, ваниль вместе с чуточкой-чуточкой кофе, и, в принципе, все, то есть, для меня это аромат, вот такая вот получилась ассоциация, и мне очень нравятся вот эти вот альдегиды на старте, и альдегиды в сочетании с лавандой, вообще для меня что-то новое, новое, прекрасно вкусно пахнущее, и этот аромат у меня прям вот на галочке, то есть, один уже ко мне едет, и два последних на галочке стоят, возможно, к лету я все-таки ими разживусь, все, ребята, я старалась, я старалась все свои эмоции вам рассказать, если брали такой боксик, есть что дополнить, обязательно жду вас внизу в комментариях, если заинтересовались, также пишите, давайте пообсуждаем, внизу все вам проставило, всем тайм-коды, чтобы вам, моим любимым зрителям, было крайне удобно смотреть данные ролики, мои ролики, все, я вас всех люблю, целую, пока, до новых встреч!